Здравствуйте, меня зовут Тимур, я руководитель отдела разработки в LaModa и сегодня мы поговорим с вами про структурное логирование. На самом деле это не только про структурное логирование, это в целом про то, как мы взаимодействуем с операционной системой, пропишем данные, например, в диск или в сеть или вообще куда-то. Первый вопрос, скажите мне, чтобы уж снять, скажем так, повестку дня. Кто знает, что такое структурное логирование? Окей. Одним слайдом можно объяснить, что это такое. Простой пример. Первый – это мы написали влог строчку, второй – мы написали влог структуру. В данном случае это JSON. Вообще формат ничем не ограничен, то есть это может быть JSON, XML, какой-то бинарный в виде Sibora, MessagePack, что-то еще, что угодно. Тут нет никаких-то ограничений. Окей. И в чем проблема? То есть есть, написали мы строчку, стали писать структуру, какая тут может быть особенность. Давайте разбираться вообще, есть ли проблема. Но для начала нам нужно к логам предъявить какие-то требования. Так как это все-таки данные, мы к ним попытаемся предъявить… А, sorry, про проблемы. Да, рановато. Давайте про проблемы. Так как я уже сказал, логи – это данные, и нам надо же как-то анализировать. Вот, не знаю, кто знаком. Такой конвейер в баше – это любимое занятие было у меня несколько лет назад, когда нужно проанализировать, что происходит на продакшене, есть ли какие-то проблемы или там найти каких-то скриптеров. Да, вот мы идем в логи, у нас гигабайт логов, мы начинаем греб, сет, греб, сорт, у них выгружаем все это в файл. Дальше имеем непонятный файл, что с ним делать. Давайте загрузим его в какую-нибудь систему аналитическую или там в язык R, чтобы построить какое-то распределение или графики. Не очень удобно, я бы сказал. Мне такой подход не нравится. Вторая проблема – а если мы хотим писать много и при этом эффективно? Если мы хотим писать 10 тысяч сообщений в секунду, 100 тысяч сообщений в секунду, миллион, вообще как бы можем ли мы это делать? Как будет вести себя операционная система в этом случае? Как будет вести себя приложение в этом случае? Много вопросов. Окей, будем разбираться с этими двумя проблемами или задачами по очереди. Первое – про работу с данными. Но давайте, как я уже сказал, предъявим какие-то требования. Что мы хотим от логов? Мы хотим вот, собственно, все, что написано на слайде. Аналитика, поиск, машиночитаемость – единый формат с вопросом? Хотим ли мы единый формат логов по всем приложениям нашей компании, к примеру? Не знаю, для кого-то актуально, а для кого-то нет. Окей, что нам помогает анализировать логи? На самом деле в современном мире у нас есть некоторый набор инструментов, которые помогают нам обрабатывать наши данные, наши логи. Вот, по примеру, я привел в Грейлог, эластик-бейст какие-то системы, логли, спланк и так далее. Ну вот в красном выделено, что сложные запросы, аналитику, графики – все эти системы позволяют с этими нашими логами делать. Там два плюсика. Ну а машиночитаемость, о которой я говорил, нужна нам для того, чтобы максимально эффективно выгружать эти логи в эти системы. Потому что системы эти хотят быстро получать, быстро парсить получаемую информацию, строить по ним, например, индексы или какие-то отчеты, еще что-то. И поэтому мы должны для них выдавать данные в машиночитаемом виде. Окей, ну это вот про эти системы. Задача, на самом деле, у нас стоит комплексная. У нас приложение пишет, дальше эти данные должны как-то быть доставлены до вот этих систем. Про сами системы и доставку мы рассмотреть, говорить сегодня не будем. Мы поговорим про приложения. Какие у нас есть проблемы в приложении. Не проблемы, не нюансы. Первое – это API самих логеров. Мы хотим, чтобы в угоду производительности у нас API не становилось каким-то безумным. Мы хотим его иметь понятным и удобным. Плюс мы хотим наложить на него какие-то дополнительные ограничения или требования. Потом encode. Так как у нас теперь не просто строка, а какая-то структура, мы должны наши данные, которые у нас есть в ГО, например, наши структуры, слайсы, мапы, каким-то образом серилизовать и превратить это в выходной формат, например, JSON. Соответственно, мы хотим иметь encoding без reflection, потому что reflection – это пеналити на производительность. И мы хотим иметь encoding без дополнительных каких-то большого количества дополнительных аллокаций для того, чтобы делать это быстро. Если мы хотим написать тысячу сообщений, 10-100 тысяч сообщений в секунду, мы хотим это делать очень быстро. Ну и третья проблема, самая такая добавная – это syscall и локи. То есть когда мы общаемся с операционной системой и пишем, например, файл, мы делаем syscall. Также мы используем локи для того, чтобы наши данные не перемешались, например, превратить. И мы будем рассматривать эти три проблемы последовательно, три нюанса. Про API. Ну вот справа, собственно, то, как мы хотим писать лок. Мы хотим просто взять метод в логгера и написать его, запирать ему какую-то структуру, чтобы все было хорошо. Второе – это контекст. Мы хотим иметь контекст в логгере. То есть мы хотим передать функцию логгер, который уже будет внутри себя содержать какие-то данные, например, об номере запроса, об таком-то trace id, об user id, еще-еще-еще, что-то еще. Окей, вот такие вот у нас пожелания к API. Пока на этом остановимся про API. Ну, чуть-чуть про передачу пара аргументов. Это просто маленькая такая зарисовочка, как можно передавать аргументы в эту функцию внутри Go. Это может быть map-string-интерфейс, это может быть какой-то маршалер, это может быть var-интерфейсов или var-какое-то. Примерное количество аргументов в виде каких-то структур, которые, например, внутри себя содержат сразу тип, внутри себя содержат сразу конкретные значения. У всех них есть какие-то плюсы и минусы, но map очевидно, кому-то очевидно, может быть, самый дорогой вариант. Маршалер самый дешевый, но тогда у нас, например, если мы хотим передавать туда структуру, которая умеет сама себя сериализовать, сложно передать переменное количество значений, ключ-значений вот этих пар. Последние два, в общем, какой-то компромисс, наверное, между производительностью и удобством использования. Требования к энкоду. Ну, как я сказал, мы хотим его без рефлекшена. Например, EasyJSON, который написали здесь в Mail.ru, хороший пример, когда мы умеем сериализовать структуры, не используя при этом рефлекшен, не привожу бенчмарки, но в репозитории EasyJSON можно посмотреть, что действительно без рефлекшена все получается быстрее и веселее. А локации. Ну, под каждым энкодером у нас есть буфер. Мы, безусловно, хотим использовать пулы буферов, мы не хотим их постоянно аллоцировать и тратить на это время, поэтому синг-пул — это как хорошая практика для там, где возможно, где у вас есть какие-то локации, должны использовать синг-пул. Ну и третье — это по мотивам логгер-вив. Не знаю, насколько понятно. Мы хотим записать, вызовав метод в with, передав в него какие-то параметры, чтобы наши эти данные сразу в качестве байтов попали в какой-то буфер. И дальше мы можем этот буфер еще добивать какими-то контекстными данными, и в конце у нас финальный выход. Окей, это про энкод. Ну и теперь самое печальненькое — syscall и локи. Ну вот типичное решение, которое встречается везде и, скажем так, в стандартной библиотеке — это как перед тем, как сделать в write — это syscall, мы берем лок. Лок в write и, в общем-то, вот этот товарищ — это наш потенциальный друг, потому что если у нас там тысяча гарутин, и они все взяли лок, а какая-то из них ушла в write, в операционную систему и не возвращается, мы так дружненько встали и ждем. Что делать? Печалится. Ну, на самом деле это не всегда является проблемой. Зачастую это вообще для вас не проблема. Это проблема, когда вы хотите действительно много данных писать, и у вас действительно, например, нагруженный диск, и вы еще хотите в него что-то писать. И есть потенциальная опасность, что у вас какой-то syscall будет долго возвращаться из операционной системы. Окей, какие варианты есть для решения этой проблемы? Ну, вариант, он достаточно стандартный. Мы хотим, во-первых, иметь одного write, то есть чтобы у нас с операционной системой общалась ровно одна грутина, ну и один thread. И, соответственно, нам нужно каким-то образом ему сообщать о данных, которые мы хотим записать. Все грутины пишут какой-то буфер, writer из него читает и начинает общаться с операционной системой, писать в нее эти данные. Окей, в гост самый простой вариант релидовать это, это канал, в который все грутины пишут, и writer, соответственно, дампит на диск. Какой плюс у этого подхода? Плюс простой, у нас нет локов в writer и вокруг syscall, у нас syscall в одном месте, все прекрасно, у нас есть лок на канале. Ну, на самом деле, это не то чтобы очень страшно, потому что, во-первых, канал, скажем так, хорошо реализован, во-вторых, он является естественным ограничителем в том случае, если у нас, например, writer залип, и мы хотим написать все больше и больше и больше данных, то канал в этом случае как естественный ограничитель, когда его буфер заполнится, он скажет так, грудинки, вот сейчас у нас что-то происходит печально, никто писать не может, подождите. Но в целом решение, на мой взгляд, рабочее, и мы его применяем, то есть мы применяем такой подход для записи наших логов. Второй вариант еще интереснее. Вот я его подсмотрел у товарища Юры Соколов, он его реализовал в библиотеке клиент к Тарантулу. Замечательный подход. Значит, ну, во-первых, классическая схема, а давайте мы, вот у нас есть канал, на нем есть какой-то лог, а давайте мы этот лог-контеншн попробуем пошардить. Шардим, делаем 32 буфера, 32 mutex. Соответственно, когда пишущая грутина хочет написать что-то в буфер, еще есть глобальный счетчик, который говорит, какой сейчас нужно взять шард. Ну, фактически это какой-то атомарный каунтер, мы берем там по делению от остатка от количества шардов номер, берем mutex, взяли mutex, взяли буфер, записали в буфер данные, mutex отпустили, и через канал в writer сообщили, что теперь вот в этом буфере есть данные. В writer дальше, соответственно, с этими данными что-то уже делает, как-то работает. Немножко про бенчмарки. Ну, собственно, первая строчка – это запись без всяких локов, просто тут это вдохнул, чтобы был системный вызов, но как бы мы не оперировали, например, с диском. Вторая – это с локом, третья – это с каналом, и вот четвертая – это с sharded буферами. Производительность sharded буфер очень хорошая на самом деле. Но есть нюанс. В чем заключается нюанс? Это безразмерный буфер. Если у вас что-то залипло, этот буфер начинает взрываться, память начинает расти, и, в общем, уйти в свапы легко – неких проблем. Ну, здесь есть какие-то решения, там можно тормозить пишущие грудинки, можно скипать данные, которые превышают какой-то watermark, и Sky говорит, что окей, у нас слишком много данных, мы не можем все записать. Везде свой трейд-офф. Но подход достаточно общий, его можно применять для общения с диском, с сетью и так далее. Ну, вот про проблемы, пожалуй, наверное, все. Немножко про… Кратце про инструмент. Ну, про логгеры. Это, на самом деле, самые популярные практически логгеры. У нас используются два верхних, но я вот буду… Чуть расскажу вам про первый. На мой взгляд, компания Uber и все ребята, которые там работали, или те ребята, которые работали над этим логгером, хорошо поработали, постарались, чтобы сделать действительно хорошую вещь. Немножко сравнений, да, то есть они поборолись за локации в первую очередь, чтобы логгер, ну, как можно меньше алоцировал данных, и как можно быстрее проходила именно работа вот с памяти, с буферами и так далее. Не знаю, насколько можно еще там что-то улучшить, но выглядит достаточно хорошо. Мы тоже его используем. Мы используем его в связке с вот такой буферизированной записью через канал. Мы пишем там в пиках, ну, не очень много на самом деле наше число, это где-то было по 50 тысяч сообщений там за полминуты. В принципе, у нас нет никаких с этим проблем. У нас, наверное, дефолтная поставка тоже бы устроила, но мы уже сделали как бы решение с буферизированной записью и все окей. Что про него еще сказать? Ну, ребята также постарались, чтобы интерфейс его был достаточно простой и удобный в использовании для всех, как бы привлекательный, что ли. Вот это простой пример, как мы конструируем логгер. Зелененьким — это encoder, красненьким или оранжевеньким — это writer, который будет отвечать за запись наших данных, которые поступают в логгер. Конструкция очень типичная, простая. Дальше, как мы пишем, ну, у него есть два варианта. Есть обычный для запа, это вот этот вот, где мы вызываем типизированные методы, и туда возвращается структурка специальная, в которой содержится тип данного поля, его значение. Для int и string это на нативный тип, то есть int string там работает достаточно быстро. Ну и другой, там, где переменные количества интерфейсов, просто ключ значения, ну, выглядит симпатичнее, работает чуть медленнее. Мы, опять-таки, используем оба в зависимости от ситуации. Там где-то удобнее так, где-то сяк, где-то приятнее даже. Ну и как бы вот попробовал я, значит, к запу прикрутить эти два варианта с channel и с буфером. Это уже запись физически в диск, то есть мы открываем файлик и начинаем в него там несколько потоков писать данные. Ну вот, с пенальти на канал и на буфер небольшой по сравнению с тем, что мы, например, пишем в defnull, пенальти на локи как бы достаточно большой, он примерно сколько в три раза получается. Итого. Какой мой посыл, на самом деле? Я говорил в первой части про то, что мы грепли-грепли логи, а есть, на самом деле, системы обработки, анализы этих логов. Вот хватит грепать, давайте использовать эти системы, они удобные, они помогают экономить время. То есть мы в реальности экономим кучу времени, когда хотим выяснить какую-то проблему или решить какую-то проблему. Приведу маленький пример. Приходит ко мне начальник и говорит, вот ваш endpoint работает 3 секунды, медленно, нехорошо, как 3 секунды. У нас на графике видно, что 7 миллисекунд, не может быть такого. Окей, как проверить? Надо посмотреть на свой сервис снаружи, чтобы кто-то, какой-то арбитр снаружи сказал, что да, я действительно вижу, что мне ответы приходят за 7 миллисекунд. Окей, классический вариант – это load balancer на входе в ваш дата-центр или в ваш сегмент сети. Иду в load balancer, у него есть логи, которые тоже сливаются в эту нашу систему централизованную. 5 минут трачу на то, чтобы найти там данные по своим ручкам, еще пару минут, чтобы он не построил графики. У меня есть графики, я прихожу к начальнику и говорю, вот load balancer считает, что мы отвечаем за 7 миллисекунд. С меня как бы вопросов нет, все остальное вы теряете где-то. Окей, то есть удобно. Ну и про логи и вообще про записи, про общение с сетью с диском. Не бойтесь, пишите, для логов пишите зап. Вообще можно использовать зап не только для логов, но и для любой записи какой-то структурки. То есть это достаточно универсальный инструмент. Применяйте подходы. Если у вас не очень много данных, пишите, делайте логи, дефолтная поставка работает. Если вы хотите делать много записей, там 100 тысяч, миллионы, то sharded buffers, каналы чуть-чуть лучше, чем логи, потому что меньше сисков. Используйте это. Все. Теперь, если у вас есть вопросы, давайте. Ваши вопросы? Ага, вижу. С Джинсом не боремся. Добрый день. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. А зачем там логи? Это ограничение go? К сожалению, в go нет такого ограничения. То есть логи там существует, потому что это command решение. Например, если у вас под writer будет буфер, то не гарантируется, что у вас запись атомарная и у вас данные могут перемешаться, если вы… Ну, смотрите, в операционной системе этого ограничения нет. Если вы открыли файл oappend, то оно будет писаться разумным размером атомарно. Все верно, да. То есть в случае, если вы работаете с файлами и открыли в режиме oappend, то вам логи не нужны. Но если вы будете писать из каждой га-рути, у вас будет много сисков. В go, как бы, если у вас сисков залипает, например, то у вас повождается тред, в котором сисков, там, га-рутина будет ждать этот сисков. Не очень хорошо иметь много сисков из большого, как бы, большое количество сисков из каждой га-рутины. Понятно. Спасибо. Еще вопросы? Добрый вечер еще раз. У вас было озвучено много проблем, с которыми сталкивались, но я заметил еще одну. То есть если у нас появились буферы, то потенциально мы можем потерять логи. Да. Есть ли у вас какое-то решение, используется ли какой-то дополнительный логер, который не буферизированный? Нет, мы как бы вполне согласны с тем, что какой-то небольшой кусочек данных мы можем потерять. В нашем случае за пару секунд, например, или за секунду данных мы можем потерять. Да, это правда. Мы используем канал и флешим логи. Если буфер не набился какой-то, мы через секунду задампим их в любом случае на диск. То есть за это время мы можем логи потерять. Спасибо. Еще вопросы? Взял в первом ряду первую руку. Спасибо за доклад. Очень классное изыскание, реально. То есть очень интересный подход. Но у меня такой вопрос. Какая нагрузка на сам проект должна быть, чтобы столько логов было, чтобы требовалось действительно такой очень больший подход к записи? То есть в моем понимании количество логов к времени работы программы, то есть время работы с самих логов к времени работы программы обычно ничтожно мало в любой просто конфигурации. И я не знаю, как нужно так работать с логами, чтобы они требовали такого. Если говорить честно, то, конечно, нагрузка должна быть совершенно бешеной на soft. И это скорее вопрос был исследовательский. То есть насколько мы можем, где пределы. И он еще не закончен, то есть пределы будут, я буду еще этот вопрос исследовать. Но вообще достаточно большое количество логов, например, был у нас проект, где мы писали много данных, при этом имея под ногами нагруженный диск. И в реальности мы ощущали, что походы там… Ну, сисколы, мы их как бы видели периодически, что вот… Гарутинки начинают писать данные в диск, в этот момент на диск приходит какая-то нагрузка, и они начинают подтупливать просто то, что ждут, пока там вернется сискол из диска. И подход писать эти логи через канал помог нам не ждать вот этих сисколов. Гарутинка, которая пишущая, она там периодически уходила на некоторое время в диск, но мы им делали достаточно большой буфер в канале, и он не успевал забиваться. То есть прецедент был, но с sharded buffers как бы я не знаю, где придел, то есть я его еще пока не видел. Ладно, спасибо. Еще увидела. Да, привет, у меня на самом деле два вопроса. Смотри, если вы пишите действительно много логов, наверное, мы потом хотим-то как-то образом это анализировать. Не было ли идеи, например, внутри приложения делать преагрегацию какую-то, например, что-то считать, какой-то каунтер, а потом уже сбрасывать лог? Или, например, заменить вообще метриками всю часть логирования? Ты сейчас спрашиваешь про то, что происходит в той компании, в которой я работаю, или вообще в принципе? И так и так можешь ответить. Значит, в той компании, в которой сейчас работает компания LaModa, есть такой нюанс, что люди очень любят строить графики по логам. Ну, то есть вот так сложилось, что, например, engine слиет кучу логов. Вообще это такая интересная история. engine слиет кучу логов, и люди строят по ним графики какие-то, смотрят количество запросов, время запросов и так далее. Вопрос мой, почему? Был такой странный мне данный ответ, что вот они пробовали из Go писать много логов, и Go не справляется. Меня это сильно удивило, и я вот пошел исследовать, и на самом деле с теми объемами, которые они используют, справляется. Поэтому писать логи, точнее делать предагрегацию нет, не думали, заменять на метрики, да, возможно. Как бы, но как это мешает писать логи? То есть логи могут быть не только диагностические, что из серии там, у нас возникла какая-то ошибка, мы это дописали. Это еще может быть связанное с бизнесом. Мы хотим писать много данных про бизнес, и это тоже логи. Окей, второй вопрос. Вы, наверное, смотрели в сторону OpenTracing, и думали ли вы, например, использовать OpenTracing интерфейс для того, чтобы писать логи через него? Пока не думали. Смотрели на OpenTracing, но писать через него логи не думали. То есть как бы идея пока про OpenTracing только про трейсинг. И еще два последних вопроса. Спасибо, было интересно. Возможно, есть предложение. Проскакивал доклад или статья на тему того, как взять любую горшную структуру, которая уже в памяти, и забрать, собственно говоря, ее байтовое представление. И поэтому не нужно никуда копировать вообще. То есть, по сути, у вас уже есть структура, уже есть поля, данные. И вы можете просто взять slice-byte его и отправить в сеть. Да, но это через unsafe, как бы получается. И, как сказал Серега, есть шанс пострелять в ногу, но на самом деле, да, так можно делать. Ну, на самом деле пострелять в ногу шанса нет. Если у вас большая инфраструктура, вы следите за своим кодом, пишите тесты и понимаете вообще, что вы делаете, тогда на обратной стороне вам просто нужен некий код, который понимает конкретную версию Go и, собственно говоря, не просто реализует это в виде, типа, засунули в память и вроде заработало, а в том плане, чтобы действительно распарсить эту структуру и понять, какие там данные. Я понял идею, но как бы в чем вопрос? Да, наверное, так можно сделать. Это предложение. Окей, окей. Можем это обсудить как бы после. И вот, если честно, я не понимаю, нафига столько данных нужно одинаковых. Они там, ну, пипец как одинаковые. Еще раз, данные бывают разные. У вас есть цикл, который делает какую-то операцию, генерирует миллиарды сообщений, типа, я посидел там, я покушал и так далее. Ну да. Нафига? Вы просто не можете обработать на другой стороне, потому что у вас один сервер столько генерирует, а сервисов там миллион. И они все генерируют в миллион раз больше. Отвечаю постепенно. Во-первых, данные бывают разные. Там про я посидел, я покушал. Для бизнеса это может быть там предельно важно. Они иногда просят очень странные вещи им присылать про пользователей. Как бы, что думаешь, зачем тебе это? Вот сегодня пришло, например, пришло предложение, ну, разумно на самом деле, давайте присылать про пользователя, про его перемещение там по Москве, где он находится сейчас через 5 минут, через 10 минут. Не, ну 5-10 минут это какие-то разумные вещи. Окей, ну просто этих данных очень много может быть. Типа я сдвинулся на пиксель. Я перешел из одного… Я все еще здесь. Я в мегаполисе. Я перешел из одного магазина в другой. Хорошо. А есть какой-то план на то, как это все разбирать на другой стороне? То есть с учетом количества данных-то просто… Как вы это серверизовать-то обратно будете? Сейчас мы с количеством данных справляемся. У нас несколько систем, которые эти данные обрабатывают. Это ходубчик, у нас есть эластик-бейс-система. Ну, практически эластик. То есть каким-то образом мы эти данные обрабатываем текущие. То есть они обрабатываются медленнее, чем генерируются? Ну, то есть по факту вот на одну операцию? То есть вы тут просто оптимизация понаделали кучу? Есть, кстати, еще одно предложение. В принципе, да. Можно сказать так, что они… Скажем так, если дойти до пиковых значений, они будут обрабатываться медленнее, чем мы их будем генерировать. То есть на одну операцию. Есть, кстати, еще одно предложение. Может быть, не делать каналов вообще, потому что там тот же самый лог, там те же самые слайсы и так далее, и так далее. Может быть, просто каждому генератору событий выделить. Типа там, вот тебе один мегабайт, пишут все, что хочешь. В конце, когда запишешь, тогда типа ну окей, флаж куда-нибудь. Можно сделать. Подходов как бы много, но мы… Идея в том, чтобы сохранить вот этот вот интерфейс, когда вам там… Мы как все привыкли писать логи там. Logger.log и понеслась, да, без дополнительной какой-то работы. Подходов много разных. Можно вообще для каждого там инстанса, который делает какие-то данные, пишет логи, отдельный буфер выделить, как вы сказали, да, и в него писать. Но пока я об этом еще не думал, скажем так. Окей.